Есть в первой главе Якова что-то о Слове Божьем? Будет, будет. Так вот, на самом деле, Яков говорит, радуются только те, которые понимают, глубоко понимают, что приносит испытания в их жизни. Ни один человек не будет радоваться, если он не понимает, для чего он проходит через испытания. Поэтому только люди, которые понимают, о, я пройду через этого, смотри, что я получу. И терпение, я стану зрелым, я стану мудрее, я стану более счастливым. И на небесах Господь мне напомнит про все мои испытания и даст венец. То ради этого стоит. Скажите, если бы кто-то бы сказал, пройди на коленях, в шортах, сейчас зимой, на колени пройди улицу туда и обратно. Никто бы не сделал. Если бы заставили, вы бы возмущались и так далее. Как бы превратить это в радость? Поставить чемодан с тремя миллионами. Пройдешь туда и обратно. Твои. Я думаю, что в церкви не останется ни один, который не пройдет. Потому что думаешь, сколько труда нужно ставить. А тут одно испытание. Короткое. И ты имеешь столько вознаграждений. Вознаграждение всегда уменьшает боль испытания и увеличивает радость. Ну, не правда? Так вот, Яков хочет объяснить нам, какое вознаграждение нас ожидает, чтобы нам по-настоящему радоваться в испытании. Мы еще много будем говорить о радоваться. Но, послушайте сейчас самую интересную мысль, которую Яков говорит. Мой сосед проходит через испытания. И он негодует, он ропщет, он волнуется, он без настроения. И он заходит ко мне. И он видит, что я Божий человек. Но я тоже негодую, я тоже ропщу, я тоже без настроения в испытании. Он что скажет? Слушай, у меня нету Бога и я мучаюсь. Я смотрю, у тебя говорят, что есть Бога, но ты так же мучаешься, как и я. Вера твоя видна не здесь. Вы все такие добренькие здесь, все хорошие. Я же никого не обидел еще. Поэтому здесь все хорошенькие. Но вера твоя видна в испытаниях, когда на тебя наступает, оттуда выходит либо крем сапожный, либо зубная паста. Пока не наступишь, не знаешь, что выходит оттуда. И вот так же наши верующие. Пока не прижмешь чуть-чуть, не знаешь, что оттуда выходит. А многих, вроде бы хороший здесь, о, но дома, когда на него там наступили, он такой рот открывает, что ни один хиппопотам из Африки не сравнится с ним. Так вот, на самом деле, первое, что говорит Яков, вера твоя видна радостью. Но не радостью здесь, а радостью в испытаниях. Бог сказал Израилю, потому что не радовались служа мне, будете служить врагам вашим. Я был в шоке, когда начал читать Библию на русском, и увидел, что слово радости убрано. Везде. В некоторых местах оставлено. Я думаю, слушай, а кто так постарался? А знаете, какое слово поставлено? Хвалиться. Там, где написано радоваться в Господе, написано хвалиться в Господе. Наверное, православные, которые перевели на Синаидальном, не очень поверили, что нужно улыбаться на служение. На служение, наоборот, нужно сделать кислое благочестивое лицо. И поэтому радость взяли из Библии, потому что это нельзя вместе с верой. Когда Павел говорит, вообще вера наша состоит только в трех вещах. Римлянам 14 глава 17 стих. Вся наша вера, ни в хождении на церкви, ни в твоих молитвах, ни в твоем чтении, состоит в праведности, если ты действительно облекся в праведность Иисуса Христа. Праведность. Второе. Мир и радость. Поэтому, если ты получаешь удовольствие от веры в Иисуса Христа, даже в испытаниях, наверняка у тебя есть сила, которую этот мир не знает. Если тебе противно так же, как и твоему соседу, иди покайся и принимай Иисуса Христа. Значит, что-то еще не произошло с тобой. А верующий – это означает самый обычный человек с необычной силой. И эта необычная сила, к сожалению, проявляется сильнее, когда мы в испытаниях. Давайте сейчас споем песню. На этот раз с радостью. И перейдем дальше. Спасибо. 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 Спасибо.